Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить амнезию убийства в Альштадте. Мы находимся в шкафу. В предыдущей серии я туда спрятался, сюда, не туда, потому что здесь был бабайка, в соседнем шкафу был бабайка. Как он выломал дверь, если двери до сих пор в порядке. Ну ладно. Так, берем ключ. Ключ от спальни. От какой спальни? Не знаю, но тем не менее ключ. Так, секунду. Так, продолжаем. Маленько отвлекся от всего кошмара. Кошмара тут творящегося. Это хорошо. А то, блин, давит натуральная игрушка. Мы взяли ключ. Ключ от спальни. Где у нас спальня? Вот что меня интересует больше всего. И куда ушел бабайка? Ты спальня? Нет, ты не спальня. А может и спальня? Нет. Так, хорошо. Я, честно говоря, уже забыл, где я нахожусь. У меня это вообще в легкую. То есть на 5 минут отвлекся, абсолютно забыл, как тут что, структура коридоров какая. Поэтому я сейчас, похоже, куда-нибудь не туда приду. Но, как бы там ни было, двигаемся вперед. Вообще, я думаю, что двери, на которой можно будет использовать ключ, на ней что-то будет написано. Но, тем не менее, лучше попробовать, чем потом шарахться. В темноте еще добрые полчаса, верно? Поэтому, как говорится, доверяй, но проверяй. Спешка нужна при ловле блох. Так, тут вообще ничего нет, я так понимаю, да? Да. Здесь было бы неплохо прятаться, но если ты от кого-то бежишь, запираешься в этой комнате... Запираешься в этой комнате, и он начинает выламывать дверь, деваться тебе оттуда некуда. Так что, укрытие, я бы сказал, хреновейшее. Так, еще одна закрытая дверь, давайте попробуем и сюда. Тут у нас что было? Я вам, я честно скажу, я не помню. Поэтому, давайте-ка мы и тут тоже попробуем. Хорошо. И тут. Ну ладно, по крайней мере, мне спокойно насчет того, что... Тут я ничего не упустил. Значит, мне в том крыле сейчас какая-то дверь откроется. Это меня радует. Так. Секунду. Сейчас я посмотрю, что за смс-ка мне пришла. Все хорошо. Топерч. Топерч-то не то, что тапч. Тут у нас свой бабайка, по-моему, ходит. Ну так, периодически. Хочет, ходит. Не хочет, не ходит. Где у нас спальня? Ну вот, спальня. Но тут у нас открыт. Тут тоже не сюда. Блин, куда этот ключ? Может, это от спальни Йохана? Тут у нас понятно. Ничего хорошего. Тут у нас закрыто. Сюда явно этот ключ не подойдет. Бабайки. Бабайки. У Бабайки выходной, похоже. Так, ну. Остается все меньше и меньше вариантов. Вообще, по идее... Но там наверху комната обучения была какая-то. Типа класс. Я не думаю, что она откроется ключом от... Ну-ка. Ключом от спальни. Так, нет. Почему эта книжка не читается? Я бы почитал. Я люблю читать книжки. Ладно, давайте по-быстрому. Это слишком много времени занимает. Уф. Ну да. Я на 99,9 десятых уверен, что не откроется. Открылся? Офигеть. Как ключ от спальни подошел в классную комнату, я не знаю, но... Ух ты! Зато тут красиво. Кто-нибудь вырубить эту тревожную музыку, пожалуйста. У меня, кстати, уже неплохо денег. Если мы попадем к Боре, то я у него нормально так затарюсь, я думаю. Быстрее бы нам к нему попасть. Так, здесь, возможно, мы найдем ключ от комнаты Йохана. Читальня. Я бы назвал эту комнату. Отнюдь не класс. Хотя, может, в стадии ромы так переводится. Ладно. Землетрясение. Так, на первом этаже, я так понимаю, ничего особо нет. Да, похоже на то. Хотя, возможно, я опять пропускаю что-то важное. Как обычно, мимо меня проходит. Но, вроде как, нет. Пойдемте на второй этаж. Так, у нас есть дверь тут и тут. Лично. Ну, ладно, пойдемте. Библиотека. Это, надо сказать, не внушает. А забраться я туда не могу. Невидимая стена. Ну, ладно, нашим легче. Спуска нет? Спуска нет. Нет спуска, значит, мы туда не попадем. Значит, нам меньше придется париться с поиском нужной нам вещи. И это по-своему хорошо. Но зачем создавать комнату, в которой, собственно, вообще никакого смысла нова? И тут такая же, кстати говоря. Зачем тогда я тут вообще? Зачем я поднимался сюда? Ух, вот что не очень хорошо в данной модификации, если вы, авторы ее, смотрите меня, то я вам хочу сказать, что тут слишком много лишнего, вот этих вот помещений. Ух ты. Но, с другой стороны, масштаб он подкупает. Масштаб это хорошо. Так, как мне туда попасть? Возможно, мне нужно что-то нажать. Возможно, тут книжки какие-нибудь нужно выдернуть. Как в оригинальной амнезии было. Был такой момент в начале. Дергаешь там книжки. И что-то происходит. Ух, ладно, короче говоря. Здесь у нас есть дверь. Подвинуть этот шкаф мы, к сожалению, никак не можем. То есть, у нас даже иконки руки не появляются, то есть, чтобы ухватиться. Это печально, конечно. С другой стороны, у нас есть ножик. Но, что тут ножиком сделаешь? Я тоже, конечно, не знаю. Может, трубу? Может, этот ножик? Подожди. Нет. Это печально. Возможно, тут я что-то приглядел. Блин, куда идти? Что делать опять? Погоди. Тут действительно надо что-то с книгами сделать. И надо, судя по всему, найти еще одну такую же, выделяющуюся. Или она там открылась? Нет, не открылась. Так, нужно найти несколько таких книжек. Короче говоря. Тут у нас точно ничего больше нельзя сделать? Нет. Книжка, по идее, заметная. Если я увижу такую же, я сразу пойму, что с ней делать. Но пока что что-то, блин, как-то... Что-то как-то... Так что давайте-ка я пока выключу запись, чтобы вас опять не утомлять. И, собственно, как найдем еще книжки. Продолжаем. Побегав внизу, я обнаружил, что у нас, во-первых, есть такая штука тут. Которую я почему-то в первый раз не заметил при первом пробеге. И вторая штука тут. Теперь у нас ничего не произошло. Супер. Возможно, где-то еще есть такая же книга. Блин, ну что ж такое? Это же все-таки хоррор. Ну, пугать надо. Не искать эти бесконечные книги. Ой, ладно, не буду жаловаться. Вечно я на что-нибудь жалуюсь. И народ потом меня за это еще и костерит. Потому что, по большей части, все мои жалобы, они основаны на моих просчетах. Не на недостатках игры, а на моей невнимательности. Так, ладно, на первом этаже, похоже, я все подергал. Возможно, где-то еще на втором. Но я, честно говоря, просто не представляю, где тут еще может быть. Так, сейчас начну по порядку, по часовой стрелке все вот так обходить тогда. Это займет некоторое время, ну что ж поделаешь. Вот, походу, еще одна. В самой-самой темной клоаке находится. Я надеюсь, теперь что-то произошло. Если нет, то я сильно-сильно расстроюсь. Потому что я ее искал натурально. Ну, минут 20 уже. Нет, ничего не произошло. Я не знаю. Ну, что я могу сказать, дорогие мои? Продолжаем искать, продолжаем. Еще одна нашлась наверху. А, оказывается, не нашлась. Ладно, продолжаем поиски. Еще одна продолжаем. Ох, ну наконец-то. Ой, блин. Надо сказать, что вкупе с моей невнимательностью, неочевидность этих действий произвела просто потрясающий эффект. Я тут застрял, наверное, минут на 15. Вот. Ну, да ладно. Кое-как мы с этим таки справились. Этот шкаф отодвинулся. И в итоге мы... Я уже рефлекторно осматриваю все книжки на предмет. Они взяли подвинуть. Так. Там я вижу записку вообще. И... Столик. Давайте записку почитаем. Записка Йохана. Конец близок. Я чувствую, как моя душа медленно покидает тело. Даже учитывая, что у меня больше, чем 10 алхимиков работают на меня. Ни один не нашел для меня лечащего... Ну, лекарства, короче говоря. Я не уверен, что случится, и когда я умру. Никого не останется, чтобы занять мой трот. Что случится... Короче, с моим королевством. Не маленьким. Я не должен тратить свои последние дни, думая о вещах подобных этим. Постараюсь помочь бедным людям с едой и убежищем, чтобы убедиться, что я попаду в рай. То есть, неплохой человек вроде как от Йохан Буку. Ну, нам без разницы. Главное, что тут есть ключ. Ага. Еще один ключ от спальни. Супер! Ну, в этих, как я понимаю, ничего, да. Как обычно. Ничего. Блядь! О, елки-палки. Вот это да. Спокойно. Спокойно. Выходим. Без нервов. Вот это я в строку. Я чуть кони не двинул натурально. Не фигурально выражаясь, а натурально чуть не двинул кони. Бляха-муха, вот это да. Летающие голые мужики. Это, конечно, страшно. Так, ладно. Теперь нам, похоже, в покое Йохана. Они у нас дальше по дороге, насколько я помню. Подожди, там что-то просвечивает. Но эта дверь не открывается. Возможно, потом отсюда выйдет бабайка. Но я бы не был насчет этого так уверен. Ладно. Ладно. Прорвемся. Я все не могу отойти от того прикола. Неприкольный прикол. Это я вам точно говорю. Уф, ладно. Так, комната Йохана. Это сюда? Отлично. Фу! Мы таки справились с этим. Тут темно. Мне это не нравится. Тихо. Дверь же вроде была закрыта. А, блин. Понятно. Я подумал, что экран потемнел, и я куда-то иду. Оказалось, я просто в темноте стою. Вот так вот. Так, ладно. Блин, как тут темно. Нельзя с собой посвишнив здесь. Нет, к сожалению. Так, откроем шкаф на всякий пожарный. И давайте идти. Блин, тут ничего не видно. Мне бы хоть трудницу. Так, тут есть шкаф. Следовательно, мы сейчас тогда закроем дверь. и... Блин, как темно. О, понятно. Так, сначала откроем шкаф. Шкаф это самое святое, что у нас есть в этой игре. Шкаф нам помогает. Ну, конечно же, ничего нет. Пора привыкнуть. Ладно. В темноте. Бедный, бедный Йорик. Так, ребята. Вот так, пожалуй, будет спокойнее. Понятно. Что тут сено делает? Что это вообще такое? Так, собачка. Я ничего не вижу, честно говоря. Какая-то дверка маленькая. Че, гномиком был, что ли? Карликом? Ой, блин. Как-то, как-то это клаустрофобично, я бы сказал. Куда мы идем вообще? Что это такое? Ох, блин, мне бы масло. Супер! Да, блин. Куда попал? Твою мать. Ой, блин. Нет, нахер, не пойду туда. Хотя, я думаю, все, что могло, плохое. Там уже, наверное, там уже, наверное, все. Увидели, да? Амнезия опять делает из меня матершинника. Это плохо, по-моему. Гомосеки. Ненавижу гомосеков. Так, ну тут, понятное дело, ничего не будет. Там что-то было, и мне показалось. Блин, как плохо в темноте. Давно Бориса не было. Борис бы нам помог. Лодку, небось, пьет. Так, ну здесь, похоже, ничего больше нет. Здесь просто выкинули на нас очередного бабайку. И со спокойной совестью забыли про эту комнату. Похоже, что так. Я, честно говоря, не знаю, сколько по времени уже идет эта серия с этими постоянными включениями и выключениями в библиотеке. Я уже просто запутался, и если она будет слишком короткой или наоборот слишком длинной, то простите меня. Прошу за это прощение. Распятие. Рыцари. Ненавижу рыцарей. Ёбкарный бабайка. Кто идет? Это ты, Винсент? Ты кто? Ты что здесь делаешь? Винсент, кто этот человек? Ты здесь, чтобы поранить меня? Я Йохан, лорд Альштадта. Зачем ты пришел сюда? Озвучка. Из-за жертв Виктима? Я с этим не связан? Я даже не знал, что он делает это все с людьми, я им клянусь. Я даже не знал, что он делает всем этим людям. Я сомневаюсь. Уходи, оставь меня в покое. Лучше тебе в это не вляпываться. Ты можешь использовать ножик, чтобы убить Йохана и отомстить, или оставить его в покое. Ну, конечно же, я оставлю его в покое. Только сначала отомщу. Ты не знаешь, что ты наделал. Это превратит это королевство в кошмар, короче говоря. Супер! Блин, а днем довольно-таки красиво, да? Так, ну что? У нас 230 монет. Это вам прекрасно. Сюда я по-новому войти, я так понимаю, не могу? Да. Тут у нас, насколько мы помним, двери нарисованы. Уходим. Супер! Блин, ребята, эта модификация просто, по-моему, была прекрасна. Я не знаю, я такое удовольствие от нее получил, как давно не получал ни от какого хоррора. По-моему, все-таки Амнезия Король Хорроров. Она, конечно, пугает во многом именно Бу-моментами, именно эти мне не нравится, но здесь хватает и просто таких тягомотных моментов, когда ждешь, когда на тебя что-то выскочит. за время этой модификации я несколько раз испугался так, да даже в этой серии несколько раз, что натурально чуть не двинул коня. Спасибо вам, что посоветовали мне эту модификацию. Я не знаю, что будет в следующем после этого прохождения, но я точно теперь знаю, что я еще буду неоднократно возвращаться к модификациям Амнезии, потому что они натурально, ну, очень хорошие. Очень хорошие. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Но судя по тенденциям просмотров, понравилось еще как. В принципе, ладно, спасибо за внимание. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok